Зеленые легкие мегаполиса. Именно так можно назвать одну из окраин Киева, которая окружена густым лесом. Пуща Водица – самый известный курорт города с древним и эпатажным прошлым. В общем, многие из нас наслышаны о пуще. Но именно сегодня мы прикоснемся к истории вживую и покажем всю изнанку старинного курорта. Последние дворянские усадьбы, легендарный трамвай и современные проблемы поселка. Самое насыщенное видео про пущу Водицу вы увидите впервые прямо сейчас. Названия местности связываются здешние природой. Пуща – это густой лес, а Водица – речка, протекавшая по нему в древности. Со времен Киевской Руси в окрестных лесах охотились князья, а позже необжитые края упоминают в литовско-польский период. С конца 17 века здесь возникают крупные лесничества, а со временем добывается древесина для строительства морских суден. В 18 веке возникает первый жилой хутор под современным названием. Хотя массовое заселение происходит не сразу. В течение 19 века здесь появляются разные хутора, принадлежавшие зажиточным людям, но только в конце столетия образуется цельный поселок. Прокладываются параллельные друг другу улицы, линии, земля между которыми делится на 600 участков. В 1895 году всем арендаторам дают разрешение на строительство дач. Инициатором обустройства поселка был известный купец и чиновник Николай Чоколов, в честь которого также носит название район Киева «Чоколовка». А среди владельцев дач собралось немало городской знати – купцы и магнаты, судьи и банкиры, инженеры. За считанные годы Пущеводица становится полноценным завидным курортом и соединяется трамваем с Подолом и центральной частью Киева. Раритетный транспорт по-прежнему ходит по тому же маршруту. Пожалуй, это самый известный и туристический трамвайный путь Киева. Он примечателен хотя бы тем, что крупный отрезок колей здесь проходит прямо среди леса, образуя живописный туннель. Поскольку Пущеводица по-прежнему не соединяется застройкой с основным городом, этот маршрут сохранил свою самобытность. Его история начинается в далеком 1900 году, когда Бельгийское акционерное общество профинансировало проложение линии сначала для парового и вскоре для электрического трамвая, на тот момент названного городской железной дорогой. Сегодня же сквозь лесную рощу можно попасть на Приорку, Оболонь и Контрактовую площадь. Недаром местность отнесли к Оболонскому району. Хотя формально еще до 2002 года Пущеводица считалась поселком городского типа и имела свой поселковый совет. Безусловно, самое популярное место среди отдыхающих в Пущеводице это пруды. Особенно крупнейший пруд Горощиха. Но, наверное, не все знают, что все эти пруды находятся на одной речке Катурки. Она берет свой исток еще в районе Берковцов, в районе Садов. И, проходя через всю Пущеводицу, она впадает в речку Горенку. Горенка же, в свою очередь, впадает в Ирпень, после чего Ирпень уже впадает в Днепр. То есть, такой себе кульбит делают здешние воды. Поэтому будьте уверены, что даже здешняя Пущеводицкая вода в итоге попадет в Днепр. При обустройстве поселка 120 лет назад все было иначе. Пруд Горощиха, как и расположенные севернее Дворец и Карачун, были совершенно небольшими водоемами, в то время как наибольшим был городской пруд в районе четвертой линии. Акатурка фактически является небольшим ручьем, который можно увидеть и сейчас в своем естественном виде, если отойти от прудов подальше. Где-то над катуркой нависают ветхие гниющие мостики, бьет родник, колышутся заросли метровой травы. В цивилизованной же части русла построен надежный деревянный мост, который давно стал местной изюминкой, часто появляясь на открытках и фотографиях. Обустроены пляжи. С правого берега к катурке выходит крупный парк, у входа в который останавливается тот самый трамвай. Можно только представить, как в былые времена для состоятельных дачников, в этом парке проводились гуляния. Стояла сцена, в поселке был театр и кинотеатр, торговая площадь. Говорят, что время от времени в пущу наведывался и духовой оркестр, играющий в специальном открытом вагоне трамвая. Несмотря на беспорядочное строительство, на дачных улицах все еще можно найти гармонию, в которой природа сливается с архитектурой. Хочется дышать свежим воздухом и наблюдать за молчанием когда-то живых особняков. Самые яркие и крупные из них разбросаны по поселку и имеют разную степень запущенности. Первая старинная вилла находится на третьей линии за высоким забором. Построена в 1905 году и имеет прямоугольное очертание. Характерными элементами являются угловая башня, двойной оконный прорез, украшенный резьбой и открытое крыльцо. На этом же участке, которой сейчас принадлежит санаторию, раньше стояла еще одна, не менее интересная дача 1910 года постройки, которая в 2012 году была уничтожена пожаром. А история следующего памятника увенчалась печально именно в этом году. Роскошный двухэтажный дом, построенный в 1910-е и украшенный сложной резьбой с колоннами, горел 29 марта. Поджог является для города очередным и входит в привычную практику застройщиков и часто недобросовестных владельцев. Общественность прилагает усилия ради сохранения и реставрации памятника. Тем не менее, без адекватной позиции власти дальнейшая его судьба остается туманной. Крупная дача находится и на девятой линии, на территории гостиницы. Она охраняется и не закрыта глухим забором. Одноэтажный прямоугольный дом на кирпичном цоколе со всех четырех сторон обрамляют большие веранды. Сооружалась элитная дача, как и предыдущая, с 1910 по 1916 год. На соседней десятой линии сохранилась дача с необычным куполом. Также украшенная сложнейшими изысками на двух открытых верандах и окнах, она построена с 1914 по 1916 год. Долгое время здание использовалось как общежитие-санаторие, поделенное на 8 квартир. На данный момент предназначение дачи неизвестно. Территория не очень ухожена и можно предположить, что пара из импровизированных квартир так и остаются жилыми. Многие из основных достопримечательностей пущи историки относят к проектам архитектора Эдуарда Братмана, среди которых также были театр Ивана Франка, гостиница Континенталь и множество других зданий в центре Киева. Также Братманам совместно с инженером Тихоновым спроектирована местная церковь. Храм Серафима Саровского возведен в 1910 году. Изначально деревянное здание было обложено кирпичом и даже при советском режиме церковь раздействующий. Правда, несколько построек рядом были разрушены. Кроме этого, на территории сохранился старинный склеп, построенный в мавританском стиле. Его история о веяно-тайной. Ходят слухи, что он был построен для местного банкира Владимира Казакевича, архитектором Городецким. Тем не менее, часть историков опровергает данный факт. Помимо памятников архитектуры, в Пущеводице сохраняется немало более скромных старинных дач, где по-прежнему живут люди. Самый распространенный тип таких строений – это одноэтажные деревянные дома на две квартиры, с двумя отдельными входами и верандами, и по центру треугольным козырьком чердака. Все они украшены массивной декоративной резьбой, а на окнах, как правило, присутствуют ставни. Они надолго вонзились в твердый грунт, напоминая о былой роскоши, и также плодя новых жителей леса – слизней, мокриц, мухоловок, клопов. Они давно стали частью лесной пущи. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Имеет поселок и старое кладбище, буквально на границе городской черты. Оно было основано в 1929 году для погребений жителей пущей водицы и находится на левом берегу реки Горенки. Мало кто знает, но помимо частных домов, пуща водица также является одним из самых разнообразных районов Киева в плане многоэтажной застройки. Здесь присутствуют абсолютно разные дома разных годов постройки, разной этажности. Часть из них выполнена по так называемому спецпроекту, то есть по сути дома с уникальной планировкой. Можно только выделить одно, что не нарушается этажность. Здесь нету домов выше 9 этажей. Ну, по крайней мере, пока что нету. С середины прошлого века старые линии постепенно теряют самобытность. Сначала на смену усадьбам приходили пансионаты и невысокие общежития. Потом свою лепту внесла эпоха модернизма. Не жалеют лесистый курорт и сегодня. Множество ранее действующих лагерей и санаториев давно заброшены. На их месте готовятся расти очередные квадратные метры. И сейчас трудно сказать, что ждет пущу водицу в будущем. Можно только глядеть, как густые рощи стерегут покой и пытаться понять многолетние лечебные края. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok